Я напомню миллионам зрителей, которые сейчас нас смотрят, что в свое время ты закончил Киевское высшее общевойсковое командное училище, окончил военно-дипломатическую академию и участвовал в операции по вводу войск на территорию Чехословакии. 68-й год, Пражская весна. Как написал Евгений Александрович Евтушенко, «Танки идут по Праге, танки идут по правде». Вот ты вошел в Чехословакию в составе советских войск. Какие ощущения были у молодого человека, который пришел на чужую землю исполнять приказ Родины? Прежде всего, нужно сказать, что это было очень интересно. Это страшно интересно, потому что я в армии, наверное, со дня рождения угородило меня родиться на Дальнем Востоке. Гарнизон, вот у нас самоходки, СУ-100, вот СУ-76, вот Катюши, все это там. Вот в 11 лет я одеваю погоны на себя уже красные, алые, суворовские. Да, 7 лет в Суворовском училище. И вот это все идет, идет, идет. Но я-то в армии не для того, чтобы выровнять кровати, почистить сапоги. А армия – это вот танк, он идет, он такой красивый, он такой мощный. Как у меня написано в аквариуме, вы любите запах танка. Я тоже люблю. Так вот, я предполагаю, что всем нравится запах танка, вот он такой мощный, 36 тонн. Вот у него такой движок там такой работает, сотни лошадиных сил. И вот я еду, я смотрю на эту заграницу, люди не понимают, что такое свобода. А я им несу свободу. Вот, вот, ребят, вы там камнями, вы там потише, то развернусь сейчас. Там красный свет, зеленый свет, а ты идешь – освободитель. Вот, и сразу же, мгновенно, анекдот пошел. Анекдот. Прямо вот между нами сразу, что вот чех какой-то старый, попал, поймал золотую рыбку, поймал, вытаскивает ее, раз там ее. Она говорит, ой, отпусти меня, отпусти. Три желания. Ну, давай. Ну, первое желание, чтобы нас китайцы оккупировали. Вот, на один денек. Знаете этот анекдот, да? Нет. На один день. Ну, ладно, что там. Китайцы приходят, оккупировали Чехословакию, ушли. Ну, давай, второе желание. Он говорит, второе желание, я бы хотел, чтобы китайцы оккупировали Чехословакию на один день. Ну, пожалуйста. Третье желание, ну, так подумал, говорит, я бы хотел, чтобы китайцы оккупировали Чехословакию на один день. Ну, раз. Желтая рыбка говорит, что ж ты дурной такой Одно бы желание на три дня Он говорит, нет, ты же не понимаешь От того, что они трижды Попывали в Чехословакии Они шесть раз прошли через Россию Вот, то есть Народ сразу Народ чувствовал, что тут что-то не так Но По-всякому ребята Реагировали Был у меня друг Вася Красников Я его встретил Попозже Уже я в разведке Приволжского военного округа был А он из Германии приехал Он в 6-й гвардейской дивизии 20-я гвардейская армия в Бернау Они входили Мы входили Из Прикорпатского округа А 20-я гвардейская армия Резала Чехословакию прямо из Германии С севера на юг перекрыть И он в Праге был Он умный человек Московское училище общевисковой команды Окончил Тоже разведчик Вот он считал так Что это коридор Вот Чехословакия Она такой вот Коридор вот к нашей границе Если вот мы не перехватим коридор Так они вот Подлезут к самой границе И нападут Вот Вася ты мол с золотой же медалью окончил Вот нападут Нападут Вот Вот то есть Каждый по всякому воспринимал И Моя дивизия Была В несколько худшем положении Чем Другие Потому что Кто входил в города И шли через дороги Там большие дороги И так далее То в них бросали камнями Бросают камнями А у тебя сразу возникает Реакция защитная Выстрелы Ох ты вот Ты чего там Люди ждали Чтобы стрелять Потому что Если они начнут стрелять Уж мы повеселимся Ах Вот А мы входили 24-е железное Мы входили Из Прикарпатского округа И стояли мы Леса Деревни Так И На нас никто не нападал И подходят к нам Старики Вот Молодежь в стороне держится Подходят старики Так Сливовица Сразу там Иван Хочешь выпить Ну И кто же не хочет Ну выпили там Закусить там И все Ну а потом так Иван А ведь мы тебя сюда И не ждали И вроде бы Зачем ты пришел Зачем пришел Вот Вот это было Хуже всего То есть если бы стреляли То это было бы нормально Вот Ну камнями Это пожалуйста А когда люди подходили Старики Только старики Молодежь держалась В стороне Деревня Вот И когда они подходили И по-человечески Не так Что чего это ты А сначала давай выпьем Выпили И закусить что-нибудь Ну и мы свое там Это Вот Вроде бы Так Сухпай Да Вот там и выпить было С собой Что Вот И Так уже когда Ну Тоже по-всякому Люди реагировали Ну а мне Лично стыдно Вот до сих пор Ты был Офицером ГРУ Знаменитого Главного Разведывательного Управления Генштаба Советской армии Ходила такая Легенда Что ГРУ И КГБ Комитет государственной Безопасности СССР Между собой Враждовали Это правда или нет? Уж это такая правда Тут Дело в том Что это не просто Они враждовали Это два медведь В одной берлоге Но Враждовали они Еще и от того Что центральному Комитету Очень хотелось Чтобы они враждовали И я расскажу Почему это было Ситуация вот какая В 1938 году Чекисты Почистили многих Многих А ГРУ Особенно Ну как старых врагов Так и зачистили И ГРУ Тогда оно называлось И четвертое управление Называлось по-всякому Ну ГРУ Оно с 1942 года А до того Разведуправление Генштаба Красной Армии И ситуация такая Что Ну враги Два медведя Тут Но кроме всего От того Наверх Ребята там старые Жили на самом верху ГРУ ГРУ Представляла Один лист Каждое утро И КГБ Властвую И кроме того Существует Конкуренция Потому что Он вызывает Так Товарищ Ну что вы тут Такое докладываете Ну чепуха Какая-то Вот эти Военные Разведчики Вот что Докладывают Но не говорит Что Потом вызывает На ковер Этого самого Да вы тут Это что Вот товарищи А они же Не знают Друг друга И враги Вот И вот Случился Какой-то момент В июле 1938 года Когда Товарищ Сталин Садится Вот я не знаю Я там не был Не свидетель Вот Но В принципе Можно представить Как это было Что он сел Вот так И читает Что НКВД Докладывает И подпись Ежов И тут Военная разведка Докладывает Что-то другое А подпись Ежов Я не знаю Что было С товарищем Сталиным Но я бы На его месте Дрогнул Вот То есть Кто принимает Все решения Принимает Товарищ Сталин Но принимает Он на основе Того Что ему Доложат И как же Он с этим Монстром Может справиться Это же монстр Да не один А два Он так Держит на поводке Вот этих товарищей Вот с этого Началось Падение Товарища Ежова Все Кончилось Вот И уже так Потихоньку То есть Наверное Товарищ Сталин Сказал Вот И Все Он отделил И мой Личный опыт Вот какой В Женеве Работаем мы Станей В Женеве С женой моей Вот А у чекистов У них Такое Вроде бы Было Все время Как бы С нами Иметь Контакт Все-таки Ну и Один там Парень Подходит Ко мне Хороший Так Это самое Насчет Выпить Закусить Там Вот Ну я Мгновенно К резиденту Своему Говорю Вот такие Вот дела Вот Предложение Поступило Тот Сразу же Садится Сюда Вот пишет Туда Донесение Донесение Что вот Поступило Это самое Вот Сразу же Это идет Центральный Идет в ГРУ Из ГРУ Это идет Центральный комитет Центральный комитет Как Рыкнул туда И сразу же Резидент ГБ Бежит к нашему Да Иван Петрович Да мы же с тобой Мужики Да ничего Тут не было Ты Смотри Смотри То есть Центральный комитет Очень боялся Нашего Контакта Если мы Снюх Извините За выражение Ты меня извинишь Конец Центральному комитету Конец Центральному комитету Загрызем Кто был сильнее КГБ или ГРУ А это неправильный вопрос Потому что Вот говорят Вот это КГБ И Председатель КГБ Товарищ Андропов Политбюро А где начальник ГРУ Правда Логично Логично А в политбюро Сидит Товарищ У нас Кто у нас там сидел Гречка Так вот Говорить ГРУ И КГБ Это неправильно Армия Говорит Да Армия И КГБ Это уровень Или первое Главное управление КГБ И главное Разведательное управление Генерального штаба Это вот Это нельзя Мерить Одно с другим Это разные Уравнены Уравнены Там вот Министерства Министерства иностранных дел Это переписывать На свой бланк Министерство иностранных дел Решило так-то А вот эти ребята все Вот эти чистые Они при том присутствовали То есть они переписывали Это уходят Уходил В озеро Завалилась Я знаю А за что брать-то Вот пушистый хвост Не возьмешь за пушистый хвост Пока его На чем-то не засек Вот так И разведчик работает Под легальным прикрытием Вычисляется Мгновенно Вычисляется Вот как Вот допустим Я прибываю туда Сразу же Я контачу с кем-то Я же не могу С чекистами А наблюдение идет Наблюдение идет Наблюдение И ты знаешь Что оно идет Я знаю Что оно идет И ты чувствуешь Что оно идет Да Хвосты Хвосты Прослушивание телефонов Не только Видеонаблюдение Да-да Вот допустим Наша честная квартира Такая вот Вид на Желевское озеро Такое вот это самое Вот так микрофоны везде Вот там Ну нужно как-то вот Люди молодые Вот Хочется Хочется как-то Да Как-то да Вот Расслабиться Все Ну и так думаем Что ну Ну ничего Все же так Это самое Чего же я буду Жизнь свою молодую Ломать Привет ребят Вы там смотрите Ну вот смотрите Кому нравится Так люди смотрели Интересные сюжеты Не ну дело вот в чем Наверное они К этому присмотрелись Как съемки порнофильмов Наверное от того Что каждый день Они к этому уже притерлись Вот Но Да я знаю Что следят Но Что я должен сделать Я должен Скрыть свои Контакты Настоящие Настоящие контакты Контактов там много Да Контакт Для того чтобы скрыть Контакт Я должен иметь Много друзей Друзей То есть Следить за мной Постоянно невозможно Вот допустим Вот ты ходишь По улице За тобой надо следить Бригада Наружного наблюдения Ну это 5-6 человек 2-3 машины Да Это же деньги надо платить Ребят Ты один А за тобой Это если так вот А если плотно Берут кого-то То это же Ну выставляют 2-3 бригады Это А ребята 8 часов отработали Им отдыхать надо Нужно вторую бригаду Ставить То есть вторую смену А потом третью смену Я же Встаю Допустим Утречком Раненько Вот Тапочки одел И побежал По лесочку И побежал Так кто-то же за мной Должен бегать Правда Да Должен Должен Вот Так что Понимая Что это слишком Накладно им За всеми следить Начинаешь уже Так Понимать Что здесь следят Здесь не следят Там телекамеры Здесь вот Еще что-то такое Там вот У них спрятанное В таких местах Обычно было Ну город Шпионский Это Это столица всего И маленький такой Ты бывал там Конечно Какой О чудо И Ленин там бывал И Ленин А мы жили на том месте Где Ленин жил Да Вот Прежде всего Все рестораны Конечно Все Официанты Весь состав Конечно Они Работают На прикорме Они все на прикорме Конечно Там Это все Прослушивается Вот мне допустим Ставит резидент Говорит Нужен сигнал Вот быстренько сигнал Сделай там Сигнал Обычно Это очень простой сигнал Допустим Воткнул куда-то кнопочку Или идешь Вот мы часто использовали Помаду губную Вот идешь Вот так вот Раз Это самое где-то Если я знаю Точно описал это место И он знает Кто-то Вот То это очень легко Вот Ну и Допустим Я так посмотрел По карте Ага Вот это место Я его представляю Чтобы туда не ходить Так я его описал Что вот Телеграфный столб Номер такой-то Потому что там В одном месте Сохранялись Деревянные столбы Еще в то время Вот Везде так это Какой-то старинный парк Так это вот И что на уровне Вот так вот Груди Кнопочку воткнуть Это будет что-то означать То есть Идет нелегал Через Женеву Мы не знаем Что и как Нам поступает Из центра Допустим Приказ Что вот С 8 часов вечера С завтрашнего дня Проверять Вот если появится сигнал Сообщите все Центр знает Что это Мы не знаем Но это же работа Это же можно завалить Очень здорово Шпионские страсти Шпионские страсти Вот Но перед тем Как эту кнопочку Туда воткнуть Вот Я должен все-таки Проехать туда Это так положено И посмотреть На этот столб Приезжаю туда А там кнопочки Наверное лет 30 уже И ржавые И И И всякие И всякие Там все эти Вот Или работаешь Там допустим Сидишь В ресторации Так Глазом косишь Ой господи А там знакомый Знакомый Американец Какого-то Китайца Там что-то Работает Вербует Да Поэтому мы Старались Вынести Из Женевы Потому что Граница французская Со всех сторон Там только вот Две дороги Выходили туда А со всех сторон Французская граница Нам ее нельзя Пересекать Поэтому Мы конечно Выводили В Цюрик В Базель И так далее Я прямо Вспомнил Высоцкого Если помнишь У него песня была Пародия Называлась Пародия На плохой детектив Да Опасаясь Контрразведки Избегая жизни Светки Под английским Между прочим Псевдонимом Мистер Джон Ланкастер Бек Здесь Недалеко Находится Станция метро Наверное Следующая Ланкастер Гейт Вот И над ним Огромная Констинница Ланкастер Вот Когда нужно Назначать Какую-то встречу Когда я назначаю Я говорю Вот Вспомним Высоцкого Да